Добрый день, коллеги! Надеюсь, меня хорошо слышно. Итак, сегодня мы поговорим о дополнительных программных модулях, предназначенных для IPATS MyPBX серии U и о новой линейке GSM-шлюзов также от компании E-Star. Давайте более подробно. Итак, дополнительные программные модули, как я уже сказал, для модуля IPATS E-Star U-Series. Первый программный модуль это MyPBX клиент. Сразу нужно сказать, что данные модули уже встроены в программное обеспечение, они уже находятся в самой ATS, просто для активации вам будет необходимо приобрести лицензию. Касательно стоимости лицензий вы можете посмотреть либо у нас на сайте в соответствующем разделе, либо уточнить у наших менеджеров. Эта информация доступна, никаких проблем с этим возникнуть не должно. Также по поводу MyPBX клиента нужно сказать, что есть пробная версия, вы ее можете активировать также через веб-интерфейс. Пробная версия предназначена на два одновременных подключения, где вы сможете протестировать все возможности данного продукта. Итак, MyPBX клиент. Это некое программное обеспечение, которое устанавливается на ваш компьютер под управлением операционной системой Windows, поддерживается как и 7, так и 8. Собственно, программное обеспечение уже локализовано, протестировано и работает. Сразу хочу сказать, это не софтфон, то есть это некое сетевое приложение, которое интегрирует ваш телефон с компьютером и с самой ОТС. Это нужно, наверное, отчасти для удобства, потому что часть людям, офисным сотрудникам, наверное, гораздо привычнее, удобнее управлять с помощью мышки в компьютере, чем нажимать на телефоны, кнопки. Кроме того, есть дополнительный функционал, реализованный в данном клиенте, который не поддерживается телефоном. Что здесь есть? То есть программное обеспечение, которое вы установили на компьютер. При входе вы видите всех доступных статусов абонентов, также вы видите статусы, то есть в красном квадратике сейчас видите зеленый статус, это говорит о том, что абонент подключен к ОТС, синенький статус говорит о том, что абонент подключен к телефону и может совершать и принимать звонки, и, соответственно, сам пользователь, его номер. То есть кроме того, что это некое программное приложение, которое позволяет вам совершать звонок, то есть инициировать звонок, который придет на телефон и далее уже вызовет того абонента, которого хотите назвать. Также оно еще позволяет просматривать статусы всех абонентов, имеющихся у вас в ОТС. То есть некий такие БЛФ, вот как есть в старших модельках Т28, Т38, Т46ЖС, справа есть кнопочки, есть возможность подключения модулей расширения для того, чтобы подключить туда модулей с функцией БЛФ для отображения статусов абонента. Можно также теперь использовать вот это программное обеспечение. То есть это программное обеспечение, в принципе, работает с любым телефоном, который работает по протоколу СИП. И еще раз для закрепления, то есть программное обеспечение устанавливается на компьютер под операционную систему Windows, интегрируется с телефоном и с MyPBX. Есть перечень возможностей, поддерживающих данное программное обеспечение, то есть отображение статуса абонентов, о котором я уже говорил, возможности инициации вызовов. Также доступно управление запись разговоров. Есть планировщик вызовов, то есть когда вы можете запланировать вызов на какое-то определенное время, на какой-то определенный день, клиент вам автоматически об этом вас уведомит или же сразу автоматически сделает звонок. Есть настройка, вы можете сами выбрать, как вам удобнее пользоваться этой функцией. Кроме того, доступна история вызовов. Также доступно доступ к голосовой почте. Вы также из складочки можете зайти в соответствующий раздел. Если у вас имеются какие-то голосовые сообщения, вы прямо с клиентом можете ими управлять. То есть прослушать, переместить, удалить, сохранить на жесткий диск на компьютер и так далее. Есть работа с контактами стандартная, то есть добавление, удаление какого-то контакта, работа с группами, также создание, удаление, редактирование групп, перемещение пользователей, импорт-экспорт, список матрицы СВ. Сохранение, загрузка списка контактов на MapBX. Что это такое? Это некая функция бэкапа, которая сохраняет на флеш память MapBX все данные данного клиента. То есть сюда попадает не только история вызовов, сюда попадает еще голосовая почта, сюда попадает запись разговоров. Любые действия, которые были совершены в клиенте, которые каким-либо образом зафиксированы, имеются какие-то логии, статистика, история. Все это можно забэкапить непосредственно на саму АТС. Для чего это нужно? Наверное, понятно. Ну, по каким, например, вы установили клиент, вы сидите, работаете, по каким-то причинам ваш компьютер, ноутбук и так далее сломался, сгорел. Вам нужно быстро восстановить все данные, которые были. Самый простой способ – это установить клиент на любую другую машину и просто скачать с MapBX все данные с помощью кнопочки. Вот есть кнопочки импорт-экспорт. Соответствующие данными, управление данными кнопками, можно получить всю информацию. Также есть возможность отправки SMS-сообщений через подключенные GSM-модули, либо через GSM-шлюз. Соответственно, самого клиента. Если у вас есть в списке контакта какой-то номер, к которому привязан мобильный мобильный номер, вы с помощью контекстного меню можете вызвать меню для отправки SMS-сообщения. Соответственно, таким образом, с помощью клиента можно отправлять GSM-сообщения. Ну, естественно, поп-ап сообщения, входящих-сходящих вызовов, всплывающие, также функции «Настраиваем» можно отключать. То есть, это некий программный клиент, еще раз повторюсь, который работает параллельно с телефоном, имеет возможность бэкапиться на АТС, то есть сохранять всю информацию. Информация практически невозможно потерять. И еще раз повторюсь, что это не софтфон. Инициировать вызов с него не получится без подключенного какого-либо телефона. либо, соответственно, с СИП-телефона. Как я уже сказал, работать может любой аппарат или софт-клиент, который работает по протоколу СИП. Коллеги, давайте сразу все вопросы в конце семинара сразу обсудим, чтобы не отвлекаться, не сбиваться с презентацией. Следующий программный модуль – это Трификатор. Также доступен через веб-интерфейс MyPBX. К сожалению, данного продукта триальной версии нет. Поэтому, если вам потребуется, вам придется приобретать лицензию. Что есть в Трификаторе? Сразу оговорюсь, это не биллинговая система. То есть с помощью данного модуля вы не сможете выставить счет. Но, по крайней мере, вы сможете анализировать расходы на связь, сможете управлять этими расходами, давать возможность людям тратить определенную сумму денег в месяц на какие-либо направления. Итак, мы разбили на четыре основные функции. То есть это управление аккаунтами, это настройка тарифов, настройка оптимальной расширтизации и, соответственно, детальная информация по всем вызовам. Более подробно по каждому из пунктов управления аккаунтами. Что здесь доступно? Это пополнение либо обнуление счета. То есть есть доступный интерфейс, где доступно, что есть список аккаунтов, то есть внутренних номеров пользователей, где вы можете либо массово добавлять, либо обнулять текущий баланс данных пользователей. Кроме того, также доступно управление самим номером. Здесь есть разная система оплаты, то есть есть постоплатная либо предоплатная система. Кроме того, есть возможность назначить какой-то кредитный лимит для абонента. То есть, ну, все, наверное, понимают, да, если вы даете клиенту какую-то постоплатную систему, вы можете ему назначить какой-либо кредит, то есть там до какого-то определенного минуса. По истечению средств, естественно, номер будет автоматически заблокирован для звонков на внешние линии. То есть, внутри абонент все еще сможет звонить на внутренние номера, а соответственно, исходящие звонки в город он уже не сможет. Также есть возможность управления аккаунтом. То есть, вы в любой момент можете либо заблокировать аккаунт, в этом случае аккаунт не сможет совершать звонков, и, соответственно, также вы можете разблокировать данные аккаунты. Кстати, скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно? Потому что, судя по тому, что я вижу, связь пропадает. Прошу прощения. К сожалению, площадка нас падает, поэтому сразу приношу извинения, если вдруг вы что-то не услышите. Потом можно всегда переспросить, и я постараюсь повториться. Итак, на чем мы остановились? Остановились на блокировке и разблокировке аккаунтов, которые также позволяют вам управлять ими. То есть, как я уже сказал, в любой момент можно либо заблокировать, либо разблокировать аккаунт для совершения внешних сходящих звонков. Далее, доступна также информация о существующих аккаунтах. То есть, если идти слева направо, вы видите номер, имя. Имя вводится произвольно, просто для примера здесь цифры также стоят, соответствующие номера. Кроме этого, есть статус, то есть, используется аккаунт, либо заблокирован. Есть общая сумма платежей, какое количество раз абонент, например, пополнял свой баланс, или какое количество раз вы пополняли этому абоненту баланс. Кроме того, есть текущий баланс. Если у абонента есть кредит, кредит также отображается, тип платежной системы и дата последнего изменения, то есть, пополнение баланса. Далее, настройка тарифов. Настройка тарифов довольно-таки гибкая. Здесь можно много чего настроить. То есть, можно расписать действия тарифного плана по дням недели. Кроме того, можно указать, в какое время данный тарифный план доступен. Есть такой параметр, как начальная стоимость и продолжительность времени данной стоимости. Наверное, если вспомнить, ранее были такие тарифы у некоторых мобильных операторов, что первые 5 секунд разговоры были бесплатны. Вот что-то типа того здесь тоже можно настроить. Вот есть менюшка начальная стоимость. Вы можете либо указать 0, либо указать какую-либо другую сумму и, соответственно, продолжительность секунд, на которой будет действовать эта начальная стоимость. Далее есть настройка самого тарифа, то есть, где вы указываете префикс, есть длина номера, соответственно, тариф и промежуток времени, по которому будет считаться данный тариф. Для чего нужны префикс и длина номера? Ну, префикс, наверное, всем понятно. Префикс – это выход на линию. Кроме того, есть ограничения по длине номера. Для чего это нужно? Самый простой пример, который мне приходит в голову. Все люди, ну, не все, но большинство людей привыкли совершать звонок через восьмерку, к примеру. Но нужно понимать, что это протокол СИП, и большинство операторов дают, делают, точнее, дают вам возможность совершать звонки по стандартным правилам. Код страны, код города, номер телефона. Таким образом, восьмерка – это код Вьетнама. Собственно, если человек наберет через восьмерку номер, он может попасть в Вьетнам, и тарификация будет совершенно другая, сумма будет совершенно разная. И в этом случае вы просто не сойдетесь с оператором по сумме денег. Чтобы таких оказий не случалось, вы можете ограничить длину номера, например, 11 символами. То есть в России это стандартная длина, то есть человек более 11 символов просто не сможет набрать. Соответственно, он не попадет на какое-либо дорогое направление, ну, либо какими-нибудь другими еще способами. Соответственно, также, как я уже сказал, довольно-таки гибкая настройка. Если вам нужно ограничить длину номеров, вы здесь также это можете сделать. Указать тариф и промежуток времени для данной суммы. Настройка оптимальной маршрутизации здесь подразумевается настройка исходящей маршрутизации непосредственно самой станции, когда ответственный человек, в данном случае наверное администратор, который администрирует станцию, настраивает маршруты соответствующих тарифов. Ну, мы все прекрасно понимаем, что разные операторы дают разные цены на разные направления. Соответственно, вы можете одного оператора использовать для одного направления, второго оператора использовать для другого направления и так далее. То есть у вас может быть множество маршрутов, эти маршруты могут пересекаться по каким-либо причинам так вот чтобы настроить более грамотно соответственно вы настраиваете исходящую маршрутизацию создаете там разные префиксы и согласно этим префиксом вы уже отстраивайте тарифный план то есть таким образом у вас получается довольно таки гибкая отчасти сделайте естественно тем проще будет пользователям это использовать ну и самое наверное интересно это детальная информация по вызову слева направо если смотреть айди вызова от то есть от внутреннего абонента кому звонили начальное время разговора конечное время разговора общая длительность оплачиваемое время и соответственно стоимость звонка ну наверное нужно понимать чем отличается общая длительность от оплачиваемое время в нашей стране сигналы кпв они не считаются за разговоры соответственно данный промежуток времени он не попадает в тарификацию собственно за это время вы деньги не платите таким образом здесь можно приблизительно отследить за какой промежуток времени и если вам оператор выставляет счет можно сравнить и может быть выставить какую-либо претензию то есть то есть подводя итог по тарификатору что можно сказать о данном продукте это продукт который вам позволяет контролировать средств средства на исходящую связь для каждого внутреннего абонента к сожалению в нашей стране это пока не очень не очень сильно развито но в большинство странах это уже как бы есть это уже довольно таки стандартная практика когда есть люди которые совершают очень много исходящих звонков которым нужно которых нужно контролировать баланс чтобы они не тратили деньги компании на какие-то свои личные цели то есть это некий дополнительный контроль который вам позволит довольно таки легко получить статистику понять кто куда звонил какое количество времени проговорил сколько денег вы за это заплатили фактически как мы назвали данный продукт тарификатор следующий продукт это модуль называется он управление отелем также доступен в веб-интерфейсе данный модуль имеет отдельный интерфейс управления после активации через веб-интерфейс вы должны перезайти уже непосредственно в сам модуль управления модуль управления так же как сама станция полностью локализован довольно таки простой и гибкий интерфейс очень много возможностей мы разделили возможности на две части сейчас слайдик подгрузится я вам расскажу более подробно и так то есть мы разделили возможности на функции для приемной и функции для комнат для самих абонентов которые у вас в отеле останавливаться и так если говорить о функции для приемной то есть что здесь доступно это регистрации выезд клиентов бронирование комнат перемещение клиента из одной комнаты другую сохранением счета есть возможность продления проживания создание групп по классу комнат отображение статуса комнат то есть вы всегда можете видеть в каком статусе находится комната то есть чистая она или грязная требуется ли уборка статус далее если клиент который у вас становился поменял данный статус кроме того вы можете выставлять выставлять счет соуслуг и и здесь нас экспорт списка детальных вызовов нужно сказать что в данном модуле встроен уже свой собственный тарификатор который работает по принципу точно такому же которым я говорил буквально несколько секунд назад настраивается все также но здесь уже есть возможность выставить счет то есть когда клиент выезжает из гостиницы вы вставляете ему полноценный счет в котором видно все что клиент делал то есть сколько он там прожил какое количество времени оставался в номере кроме того если были какие-то перемещения это также будет отражено в счете если клиент пользоваться мини баром и либо совершал какие-то исходящие звонки то есть также вы настраиваете тарифы на исходящие звонки и даете возможность либо звонить либо запрещать клиенту совершать звонки далее функции для самих номеров что здесь можно сделать то есть это осуществление звонков между комнатами также имеется настройка разрешить или запретить изменение статуса комнат с телефона то есть с помощью старкода с телефона можно управлять комнату то есть поменять режим например dnd либо отправить запрос на то чтобы вашу комнату убрали кроме того есть функция звонок будильник дальше есть возможность управления мини баром что это такое довольно таки сейчас задают вопросы как это работает ну например в интерфейсе в управлении модуля есть отдельная вкладочка где вы настраиваете мини бар это выглядит следующим образом есть менюшка из десяти пунктов до изменизме тогда из десяти пунктов то есть циферки от нуля до единицы фактически это управление старкодами для какой-либо услуги если вы например там есть вода кофе чай не знаю жевательная резинка что-то еще если клиент что-то берет из бенибара он просто телефона вводит соответствующий старкод и соответственно это все попадает в итоге в счет также есть такая функция как автоматическая блокировка телефона после выезда клиента чего это нужно ну скажем клиент выехал пока клиент спускается горничная может например куда-нибудь позвонить за счет клиента потом клиент будет в недоразумении откуда у него лишние суммы денег непонятный звонок чтобы этого не происходило есть такая вот функция автоматическая блокировка после выезда клиента то есть когда клиент заезжает вы ему устанавливать определенный промежуток времени вплоть до секунд можно выставить можно ограничиться минутами соответственно время вышло и телефон автоматически блокируется никто не сможет совершить звонок в том числе сам клиент по истечению времени ну и по окончанию когда клиент выезжает естественно ему можно выставить счет вот таким вот образом выглядит счет то есть вы можете загрузить свой логотип вы можете назвать свою компанию здесь есть имя гостя есть номер в котором гость проживал также есть тип комнаты кроме этого здесь есть дата заезда дата выезда есть сервисная информация то есть информация о предоставленных каких-либо услугах если вы видите то там было заказ кофе вода шоколадка то есть все это вот так же попадает счет далее есть цена если нужно использовать ндс вы также ндс можете назначить и в итоге все это считается если было перемещение как на этом счете видно в этом случае было перемещение у нас клиент из одного типа комнаты переехал в другую также эта сумма попадает этот переезд попадает выставляется еще одна сумма которая в итоге суммируется и таким образом вы можете выставить клиенту полноценный счет где клиент собственно расписывается и оплачивается кроме того есть функция при выставлении счета можно сделать таким образом что счет будет автоматически отправляться клиенту на указанную почту а то есть когда вы сгенерировали счет и даете клиенту то в этот момент система уже сама отправила копию счета клиенту на почту ну собственно это все то что мы хотели рассказать о модулем если есть давайте сразу если есть вопросы по модулем давайте их обсудим потому что следующая тема которая хочу затронуть также сам шлюза тема немножко разные чтобы потом не сбиться если есть вопросы по модулям готов ответить андрей евгений орлов чате тебя спрашивал имеется ли видео вызов модулем и клиент ну смотрите как я уже сказал данный модуль не является софтфоном он интегрируется с вашим телефоном если ваш телефон подержит видео вызов таким образом вы сможете инициировать видео вызов что простите давайте еще раз по моим клиенту еще раз хочу заострить внимание что это не софтфон сам он не совершает звонки то есть без подключенного телефона вы не сможете не принять звонок не сделать исходящий звонок а то есть вам будет доступен чат вы можете конечно там початиться что-то написать кому-то но без подключенного телефона не совершите принять звонок вы не сможете а коллеги если у вас вопросов нет пожалуйста напишите минус чат мы с андреем будем понимать что можно идти дальше так кстати вы можете получить доступ вы можете отправить запрос либо к нам на support либо к нашим менеджерам с просьбой о том что вы хотели бы посмотреть потестировать этот модуль по вашему запросу мы можем предоставить вам доступ на некоторое количество времени то есть будет у нас есть специально для этого тестовая станция которая устанавливается на реальный ip адрес в индивидуальном порядке вам высылается и адрес и соответственно логин пароль для доступа таким образом вы можете зайти протестировать посмотреть что-то изменить что-то поменять возможно даже что-то попробовать это все доступно коллеги если вопросов как бы нет по модулем возможно чуть попозже они появятся если вдруг вопросы появятся пишите во вкладочку вопроса по окончании всего вебинара мы постараемся на них ответить кроме того вы можете также отправлять вопросы либо к нам на support либо если это какие-то коммерческие вопросы вы можете отправлять их нашим менеджерам на инфо собака и пиматика либо лично менеджеры если у вас за вами закреплен какой-то на из наших менеджеров и так тогда далее а это новая линейка вейджер шлюзов от компании и старт называются они будут неогейт тг соответственно счет модели тг 100 тг 200 тг 400 и тг 800 что хочу сразу отметить на этих шлюзах все шлюзы разработаны на чипсете от компании texas instruments уже привычно имеют гарантию 36 месяцев соответственно это уже говорит о качестве данных шлюзов и что собственно было реализовано давайте немножко технической информации о самих шлюзах что здесь есть модель к тг 100 соответственно на одну сим-карту тг 200 на 2 сим-карты тг 400 на 4 си карты и тг 800 на 8 сим-карт поддерживается стандартный частотный диапазон gsm нужно сразу сказать что работа только с gsm то есть у мтс симки невозможно будет подключить довольно таки широкий список кодеков в том числе и широкополосный 722 кодек также и 729 кодек уже встроен поддерживаемые протоколы это сип и акс из сетевых протоколов стандартный udp tcp tftp то здесь есть и тлс и аэс шифрование и соответственно шифрование голоса кроме того есть свой встроенный межсетевой экран есть работа работа с голосом есть встроенный эхо компенсатор согласно рекомендации g168 работа с косом работа со станцией все станции имеют один из интернет интерфейс со скоростью работы 1 100 все шлюзы имеют возможность крепления в стойку кроме шлюзы к тг 100 ну и потребление питания такие технические характеристики потребляет мало не очень много поэтому достаточно удобная вещь с небольшим потреблением если говорить о возможности то возможности довольно таки много добавлено в этих шлюзах то есть есть маршрутизация из ваипа в gsm соответственно из gsm ваипа есть возможность группирования gsm линий и группирования ваип линий ну стандартные такие вещи как входящий сходящая маршрутизация работа с колер айди маршрутизация по колер айди сразу хочу сказать что все шлюзы уже традиционно локализованы все на русском языке из интересного есть отправка смс со шлюза как индивидуальная так и групповая отправка смс можно есть также возможность подключения api по каким-либо причинам могут вам выставить какой-либо при тензию кроме того есть и возможность управления ussd запросами также есть возможность подключения api к этому интерфейсу также через ами что здесь еще из интересного есть есть такой функции как one stage и two stage dialing ну это когда у вас шлюз маршрутизирует либо сразу звонок либо требует какой-либо донабор есть функция генерация кпв ну ну это функция также была реализована мой pbx я о ней часто рассказывал ну наверное многие слышали когда вы совершаете звонок через gsm с с одного сотового телефона на другой сотовый телефон вы сначала слышите тишину а после этого у вас сразу алло соответственно это неудобно это некомфортно вот для того чтобы таких оказий не происходило есть вот такая данная функция то есть когда вы включаете если никакого кпв не приходит со стороны оператора по каким-либо причинам то ты сама начинает генерировать кпв то есть это просто для удобства не более также есть возможность работы с openvpn встроена клиентская часть как я уже сказал есть межсетевой экран для безопасности вы можете довольно таки смело шлюз поставить на реальный ip адрес при умелой настройке межсетевого экрана кроме того из интересных еще есть уведомление о балансе то есть вы можете настроить определенный лимит если сумма баланс будет подходить к этому лимиту то система вам автоматически об этом сообщит есть разные системы уведомления либо отправит почту либо отправит смс на указанный номер также работа с идеером довольно таки детальная информация по звонкам собственно ну как вы видите здесь довольно таки широкий список функций ну из интересных наверное еще есть такая функция как clear то есть фактически это антиаон если у вас это поддерживается оператором вы можете эту функцию инициировать и соответственно ваш номер будет скрываться и еще из интересного я ни в одном из шлюзов это не видел сейчас добавилось такой интересный функционал как управление сип ответами и изменение данного сип ответа для чего это нужно то есть часто при интеграции GSM шлюза с какими-либо сип серверами может случиться некая проблема когда совершается сходящий звонок при инициации звонка сип сервер или шлюз вам просто ответит по сигнализации 200 окей и соответственно если у вас настроена какая-то биллинговая система при получении данного ответа система автоматически начинает уже считать при этом у вас идет только КПВС не установилось данный промежуток времени не является платным а ваша биллинговая система уже считает вот для того чтобы это избежать и изменить какие-либо ответы есть для этого специальная настройка в шлюзе когда вы можете изменять сип ответа то есть если у вас например шлюз шлет там 200 окей при инициации то вы можете изменить например посылать не 200 окей а там 183 например ринг когда в данном случае как правило биллинговые системы знают о том что вызов еще не установлен и не начинают считать баланс все разные такие интересные вещи есть кроме того шлюзы поддерживают горячую замену сим-карт на передней панели расположены слоты для подключения сим-карт из веб-интерфейса есть возможность отключить в режиме реального времени то есть вам не нужно отключать питание от шлюза вы просто заходите в веб-интерфейс нажимаете на кнопочку выключить меняете сим-карту прошу прощения после этого вы также в веб-интерфейсе включаете данную сим-карту и у вас начинает работать конечно же использование чипсета от компании TI и также использование голосового движка от компании TI все это позволяет добиться HD-качества и также встроена функция enhanced flow rate улучшенный ну если кто знает то это улучшенная передача данных с использованием GSM кодеков ну и наверное наверное самое интересное и самое интригующее это сколько они стоят на слайде на слайде вы видите сейчас розничные цены для шлюзов кроме того нужно сказать что ожидаемая поставка будет скорее всего в конце января начале февраля собственно это все по шлюзам если у вас есть какие-либо вопросы мы готовы на них ответить вижу вопрос по OpenIP что нужно сказать здесь на самом деле назвали это так но что это такое здесь есть АМИ интерфейс по умолчанию он закрыт но вы можете открыть к нему доступ и получить собственно полный доступ управления системой через АМИ интерфейс если вы имеете команды возможность управлять этими командами то через открытие доступа к шлюзу к интерфейсу АМИ вы можете написать некий какой-нибудь скрипт или какое-то свое программное приложение которое будет управлять той или иной функцией если есть еще вопросы давайте сразу отвечу Сергею Сергей смотрите в этих GSM шлюзах нет такого понятия как смена GSM модуля здесь все уже встроено и цена здесь указана со всеми портами то есть если мы говорим что цена 1000 долларов на TG 800 соответственно это 1000 долларов за 8 портов куда вы можете получить 8 симок не убавить не добавить здесь нельзя то есть это уже законченное комплексное решение я не помню отвечу Евгению если вы имеете ввиду sim-банк то к сожалению пока этого нету если вы имеете ввиду распределение вызовов между сим-картами то да это и есть встроенное в шлюз и и на программное обеспечение вы имеете ввиду модули программные модули если мы если говорим о программных модулях то работает только с усилий то есть с у 100 у 200 у 300 и соответственно у 500 у 100 у 1 2 10 и 520 Для младших станций, как МАПБИ-СОК и МАПБИ-СТАНДАРТ, данные модули недоступны. Кстати, может быть, кто-то еще не знает, в наших станциях есть еще четвертый модуль. Это автоматическая запись разговора, но данный модуль является бесплатным, и он, собственно, уже встроен во все станции у серии. И еще нужно заострить внимание на то, что он бесплатный только на территории России, Казахстана и Украины. То есть, если вы приобрели станцию где-нибудь в Европе или в каком-нибудь еще другом месте, то данный модуль будет для вас платным. Сергею отвечаю по поводу SMS. Ну, во-первых, они будут попадать в веб-интерфейс. Кроме того, можно настроить отправку на электронную почту. Если у вас есть какое-либо программное обеспечение, которое сможет работать через АМИ-интерфейс, также можно подключиться, настроить какой-либо скрипт, который будет забирать. Будет работать с любым сервером, который работает по протоколу SIP или AXE. Соответственно, если вы хотите зацепить их по протоколу X, естественно, да, с астриском они будут работать. Но нужно сказать, что эти шлюзы внутри, фактически там, часть астриска. На базе астриски, даже так скажем. Ну, мы тестировали данные шлюзы, мы тестировали с нашими станциями, но ни для кого это не секрет, что у нас станция на базе астриска, астриска 1.6 на текущий момент, со статусом stable. Соответственно, все работает без проблем, все довольно-таки корректненько. Ну, по крайней мере, мы в тестировании, не скажу, что мы прям очень много тестировали, но весь основной функционал, который заявлен производителем, мы, естественно, тестировали, мы все это посмотрели, пока все работает очень хорошо. Возможно, в процессе эксплуатации появятся какие-либо нюансы, так как продукт довольно-таки новый. В массе он еще пока не использовался, интеграции могут быть разные, но мы, как всегда, со своей стороны готовы помочь решить практически любую проблему. Как я уже сказал, что в наличии появится, скорее всего, в конце января. Ну, конец января, начало февраля, я думаю, приблизительно на эти сроки нужно рассчитывать. Коллеги, если есть еще вопросы, готов на них ответить. Если вопросов больше нет, возможно, у вас вопросы появятся чуть попозже. Как я уже говорил, вы можете прислать все вопросы к нам на электронную почту, на суппорт собака и пематика.